МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы вас поздравляем. Спасибо. Расскажите, как проходил конкурс и что завоевали? Конкурс проходил следующим образом. Среди сотрудников следственного управления Паризанской области, среди следователей, проводился подсчет направленных уголовных дел в суд. Также учитывались рассмотренные материалы проверок, сообщения о преступлении выезда на место происшествия и другие факты. На основании этого было принято решение наградить лучших следователей по результатам работы за 2019 год. В данном конкурсе я заняла первое место. Я получила значок отличия, который вы видите у меня на груди. Также была вручена денежная премия и занесение на доску почета нашего следственного управления. Скажите, а почему вы решили стать следователем? Все-таки это мужская профессия. Могу сказать, что данная профессия, наверное, выбрала меня сама. Когда я училась на юридическом факультете, я не мечтала стать следователем, но, по честности сказать, всегда тянула больше к уголовному праву, всегда вызывала это большой интерес. И на четвертом курсе я попала на практику в следственный отдел, в следственный комитет. Постепенно мне стало это очень интересно. В результате я решила попробовать себя в этом. осталась общественным помощником следователя и начала учиться и вникать в данную профессию. Постепенно я поняла, что это именно то место, где я хочу развиваться и проявить себя. Через два с половиной года, будучи общественным помощником, я получила свою должность. А как близкие к этому отнеслись, к вашему выбору? Мои родные меня поддерживают, за что я им очень благодарна. Они понимают, что это серьезная, сложная профессия, что меня по несколько дней может не быть дома в связи с данной работой. Но они меня всегда поддерживают и никогда не препятствовали моей работе и не отговаривали меня от того, чтобы быть следователем. Я думаю, все-таки они мной гордятся, надеясь на это. Вы ведете достаточно громкие дела. Сейчас вы входите в следственную группу по факту убийства Громова. Да, действительно, данное дело находится в производстве следственной группы, куда я вхожу также. По делу получены достаточно хорошие результаты. Убийство было совершено 26 сентября 2019 года. Через два месяца после совершения убийства все фигуранты были задержаны. В настоящее время все находятся под стражей. И проводятся все следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. и направление дела для рассмотрения по существу. А есть дела, где используются современные технологии, которые помогают в раскрытии? Можно сказать, что в большинстве дел, которые находятся в производстве следователей Следственного комитета, сейчас используются современные методы. У нас существует служба криминалистики, которая оказывает методическую помощь. Всегда выезжает с нами на места происшествия. Помогают изымать следы. Очень развито проведение судебных экспертиз. Часто помогает проведение молекулярно-генетических судебных экспертиз. Особенно в преступлениях тяжких и особо тяжких. Могу вспомнить дело. В 2017 году расследовалось мною дело по факту нарушения половой неприкосновенности в отношении малолетнего ребенка. Данное преступление было совершено незнакомым мужчиной на улице в отношении пятилетней девочки. В результате нам удалось, отсмотрев камеры наружного видеонаблюдения, установить личность данного мужчины, что позволило нам объявить его в розыск. В результате указанный мужчина был задержан, были проведены необходимые судебные экспертизы, и был выявлен его ДНК-профиль на одежде девочки. Вследствие чего нам удалось данное уголовное дело направить для рассмотрения по существу. Данный человек был осужден. А еще какие-то дела запомнились вам? Да, конечно. В 2018 году у меня было дело по факту убийства женщины. Данная женщина числилась без вести пропавшей. Родственники заявили о пропаже, так как она вышла с работы, села на электричку, и более ее никто не видел. В результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий был установлен мужчина, проживающий в одном поселке с данной женщиной, который мог быть причастен к ее исчезновению. В следствии работы и проведения следственных действий удалось установить местонахождение тела данной женщины, а также причастность указанного мужчины. Данное уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Данный гражданин был осужден. Работа у вас все-таки такая непростая. Накладывает она на вас какой-то отпечаток? Тяжело сказать о себе, конечно. Я думаю, что несмотря на какая бы работа ни была, самое главное оставаться человеком и не терять свои личностные качества, уметь и отдыхать тоже в том числе, и отвлекаться от работы. Понятное дело, что здесь это не всегда получается, но стараться это делать и ни в коем случае не переносить негатив, который имеется на работе, на своих родных и близких. 23 февраля и 8 марта как вы отмечаете такие праздники на работе? Ну, мы все-таки придерживаемся традиционных взглядов. 23 февраля мы поздравляем наших мужчин, 8 марта поздравляют нас, женщин. Потому что сейчас у нас коллектив достаточно разнообразный. Если раньше служили практически одни мужчины, то сейчас коллектив уже 50 на 50 практически состоит из женщин и мужчин. Иногда поздравляют и с 23 февраля. Это очень забавно, но факт остается фактом. Сестра меня поздравляет каждый год с 23 февраля и даже дарит подарки. Говорит, что это больше мой праздник, чем 8 марта. И также некоторые коллеги поздравляют с 23 февраля. Люди, причастные к данной профессии, говорят о том, что мы трудимся на благо Родины, поэтому являемся также защитниками Отечества. Поэтому можно сказать, что у нас двойной праздник и 23 февраля, и 8 марта. А чем вы занимаетесь в нерабочее время? Нерабочего времени, конечно, у нас немного. Но иногда удается отдохнуть. Конечно, провожу время с семьей, с друзьями. Стараюсь заниматься спортом по мере возможности для общего физического развития. Летом люблю рыбалку. А хотели бы, чтобы ваш ребенок пошел по вашим стопам? Ребенок, в конце концов, должен сам выбирать, какой путь ему пройти по жизни и кем стать в жизни. Поэтому, если бы мой ребенок захотел стать следователем и пойти по моим стопам, конечно, я бы этому не препятствовала. И если бы он действительно стал следователем, добился чего-то, я бы очень гордилась им. Но, опять же, если мой ребенок не захочет идти по моим стопам и выберет какой-то абсолютно другой путь, я буду только рада. Это его выбор, это его жизнь. Я буду во всем его поддерживать. Вы рассказывали о деле, где мужчина пришел с повинной и про убийство женщины. А часто вы используете в своей работе полиграф? Как раз я помню, что в этом деле его использовали. Да, полиграф у нас используется. И, в принципе, используется достаточно часто. У нас имеется свой специалист-полиграфолог в следственном управлении и все необходимые средства для его проведения. Полиграф в настоящее время не является доказательством по уголовным делам, не ложится в основу приговора. Но в любом случае носит ориентирующий характер и часто помогает в расследовании дела. Поэтому особенно по тяжким, особо тяжким преступлениям часто используется и как в отношении обвиняемых, так и в отношении свидетелей. Какие дела чаще всего приходится вам расследовать? Категория дел у нас очень разнообразная, очень широкая под следственным следственным комитетом, и поэтому сталкиваемся со многими делами. Но на моей практике у меня очень часто встречаются дела, совершенные в отношении несовершеннолетних, в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних. Данные уголовные дела носят повышенную общественную опасность, общественный резонанс, в связи с чем данные дела считаются приоритетными в какой-то мере. И для их расследований прилагается очень много усилий. А как с подозреваемыми общаетесь? Может быть, подходы какие-то определенные тоже при допросах? Все люди разные, и, конечно, каждому нужен свой подход. С годами работы начинаешь чувствовать это, как с кем общаться. И видишь, каков человек. Это приходит с опытом. Но в любом случае, я считаю, что при расследовании уголовного дела нужно оставаться человеком, строить свое общение на человеческом общении и понимании. И, в принципе, большинство людей, даже обвиняемые, обычно воспринимают это нормально, и в результате мы находим с ними общий язык. Как вы считаете, тяжело ли девушке в данной профессии? Вы знаете, я считаю, что эта профессия сама по себе очень тяжелая. Она требует очень большой отдачи, большого количества времени, сил, желания работать. И я считаю, что здесь, наверное, это зависит не от пола. Тяжело всем и мужчинам, и женщинам. Такая у нас профессия. Какие цели и задачи в дальнейшем стоите перед собой? Как говорится, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но в любом случае целью и задачей моей является дальнейшая работа. Я хочу в ней развиваться, хочу продолжать данную деятельность. И если в результате этого будет какой-то карьерный рост, я, конечно, буду этому рада. Но стремиться работать только ради этого, ну, наверное, я не такой человек. Я считаю, что я работаю ради самого процесса, ради работы, и получаю данную работу удовлетворение. Также получила лучшего следователя. Я не скажу, что я что-то делала специально для этого. Я просто выполняла свою работу в течение года. И в конце года была приятно удивлена, что мою работу оценили и вот таким образом меня отметили. Спасибо. И на сегодня это всё. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова